Триумвир Ацла Азербайджан, Турция, международные террористы уже во второй раз нарушили договоренность о гуманитарном перемирии. Эта тройка продолжает протягивать свои щупальца к миру и стабильности на Южном Кавказе. Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свою вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий. Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах. Последний оплот защиты мира в регионе сегодня — Арцах. Он стал цитаделью борьбы с террором. Каждый день армяне проходят через трудные испытания, проверяя на прочность, свою волю, твердость и силу. Обезумив от больших потерь и неудач на поле боя, враг свою ярость направляет на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Ракетные и авиаудары наносят по школам, детсадам, больницам, спальным районам, церквям, очагам культуры и искусств. Азербайджанские и турецкие военные проводят диверсии в приграничных карабахских населенных пунктах, убивая мирных жителей. Особую жестокость проявляют пленные. Защитник прав человека Армении получил видеоматериалы и фотографии, демонстрирующие бесчеловечное и жестокое отношение азербайджанских вооруженных сил к армянским пленным. Азербайджанские военные подвергают людей максимальному унижению, а затем с исключительным цинизмом жестоко убивают. Поведение и слова представителей вооруженных сил Азербайджана наполнены ненавистью. Эксперты аппарата защитника прав человека точно определили место и время совершения азербайджанских преступных деяний. Видеоматериалы и фотографии уже получили необходимое правовое закрепление как неопровержимые правовые доказательства, свидетельствующие о военном преступлении. Ежедневно Азербайджан обстреливает города и села Арцаха. Чтобы причинить максимальный урон, используют ударные беспилотники и дроны-камикадзе, дальнобойные реактивные системы залпового огня, штурмовую авиацию, запрещенные кассетные бомбы и снаряды. Азербайджанские вооруженные силы широко применяют кассетное вооружение, снаряды, ракеты, бомбы. Здесь представлены фрагменты 300-миллиметровой израильской ракеты, которая упала в центре Степанакерта. Кассетный снаряд также израильского производства. Фрагменты беспилотника, фугасная бомба. Против гражданского населения применяются также системы СМЕРЧ, турецкие и израильские беспилотники. Все эти доказательства нарушения международного гуманитарного права и свидетельства военных преступлений более чем очевидны. Однако мировое сообщество продолжает осторожно реагировать на происходящее, сглаживая острые углы. Зачастую международные организации и госструктуры многих стран не замечают ни адресата угроз, ни вовлеченность в боевые действия Турции и наемников-террористов, ни нарушение договоренностей о прекращении огня. Европейский Союз до сих пор не смог четко и однозначно отреагировать на военные преступления, совершенные Азербайджаном при непосредственном участии Турции, включая в обличение иностранных террористов из Сирии и Ливии, игнорируя экзистенциональную угрозу для народа Арцаха, грубые нарушения его права на жизнь и развивающийся в Арцахе гуманитарный кризис. Вот уже три недели Азербайджан обстреливает города и села в Арцахе, преднамеренно таргетируя гражданское население, инфраструктуру, что приводит к десяткам жертв. Более того, Азербайджан нанес удары и по мирному населению и инфраструктуре Армении. Нынешней широкомасштабной агрессии предшествовали провокационные кампании азербайджанской дезинформации, например, так называемая кампания об артиллерийском обстреле армянской стороной города Гянджа. Армения осуждает это одностороннее и предвзятое заявление, которое дает Азербайджану зеленый свет для продолжения безнаказанных нарушений международного права. В самом Азербайджане постоянный координатор ООН и представитель местного офиса ЮНИСЕФ выразили озабоченность ущербам, причиненным гражданскому населению, и предложили помощь. Между тем, офисы ООН и ЮНИСЕФ в Армении долгое время хранили молчание, и лишь после возмущения общественности выразили сочувствие пострадавшим и призвали соблюдать защиту мирного населения. Многие страны же словно в упор не видят расползающееся по региону зло. Турция открыто и публично стала угрожать Армении, параллельно перебрасывая из Сирии большое количество террористов в зону Карабахского конфликта. Мы пытались реализовать механизмы стратегического сдерживания с расчетом, что если Турция достигнет целей на Южном Кавказе, это неизбежно приведет к цепной реакции событий. И, как следствие, региональные и внерегиональные страны, которые неизбежно станут объектом военной дестабилизации, должны предпринять стратегические меры пресечения. Однако было зафиксировано странное обстоятельство. Ряд стран, обладающих стратегическим механизмом сдерживания, должным образом не оценил угрозу. Это очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы уступили Чехословакию Германии, якобы ради мира. Вы знаете, что произошло потом. И сейчас вопрос в том, допустит ли мир формирование нового Гитлера, на этот раз в Малой Азии. По мере расширения масштабов боевых действий, мировые державы и ряд стран уже не могут полностью отмолчаться. Канада приостановила экспорт в Турцию продукции военного назначения. Министр иностранных дел Франции подверг критике роль Турции в конфликте. Главы МИД и обороны России провели обсуждения с азербайджанскими и турецкими коллегами. Телефонный разговор состоялся и между президентами России и Турции. Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков с Ближнего Востока. На 19-й день войны госсекретарь США высказал свою точку зрения относительно происходящего, причем не в официальном заявлении, а отвечая на вопрос журналистам местной радиостанции. Теперь турки вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличив риск огневую мощь в этой исторической битве за место под названием Нагорный Карабах. Это давний конфликт, и его урегулирование должно осуществляться путем переговоров, а не путем вооруженного конфликта. И, конечно же, не с участием третьих стран, которые готовы добавить огня к пороховой бочке. Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что они все, прежде чем это произойдет, правильным образом добьются прекращения огня. Однако реальные ощутимые меры до сих пор не предприняты. По отношению к агрессорам и сподвижникам террористов Турции и Азербайджану никто не вел санкции и эмбарго. Их не исключили из международных организаций. Не оказывается и помощь Арцаху и Армении. Ни финансовая, ни военная. Армянская диаспора во всем мире проводит многочисленные акции протеста, митинги, перекрывают автомагистрали и улицы. Люди требуют от властей принять конкретные шаги, чтобы остановить агрессию Азербайджана, Турции и международных террористов против Арцаха. Представители армянских общин также отправляют гуманитарную помощь, перечисляют деньги, направляют врачей. Несмотря на неоднократные призывы России, Турция и Азербайджан продолжают торпедировать перемирия и политические переговоры. Более, уже пытаются навязать новые требования. Реджеп Эрдоган заявил, что минской группе ОБСЕ нужно, закончив переговоры, отдать оккупированные земли их хозяевам, Азербайджану. Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Турция должна быть за столом переговоров по Карабаху. Глава МИД России предложил направить в зону конфликта военных наблюдателей. Официальный Баку ответил, что не видит в этом необходимости. По другой инициативе российской стороны, Армения направила в Москву представителей Минобороны для встречи с азербайджанской делегацией, чтобы согласовать механизм контроля за прекращением огня. Однако официальный Баку отказался от аналогичного шага. В то же время Греция предложила Армении создать коалицию. Греция нацелена на создание общины взаимопонимания между странами, как между Арменией и Грецией, которые имеют единые ценности, стабильность и мир в регионе. Мы считаем это взаимопонимание, к которому присоединяются и другие страны, Кипр, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, коалиции стран, которые выступают за мир. Наши регионы, Средиземноморья и Южный Кавказ столкнулись с одинаковой угрозой, в основе которой экспансионистская политика Турции. Она прямо вмешивается в конфликт. Несмотря на достигнутое соглашение, Азербайджан продолжает наносить удары по территориям Арцаха и Армении. Это наглядно демонстрирует, что Азербайджан под активным управлением Турции стремится расширить географию Карабахского конфликта, осуществляя открытую агрессию против суверенной территории Армении. Турция превращает Азербайджан в очаг терроризма и становится экспортером наемников-боевиков в другие регионы. Она финансирует, вооружает и оказывает всяческую поддержку террористам в Сирии, Ливии и Ираке. Цель Турции – возродить Османскую империю в виде Великого Турана. И сегодня на Южном Кавказе армяне – последнее препятствие на пути турецкой экспансии на север, восток и юго-восток. Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, из Северного Кавказа, когда в Чечне, в Дагестане были уничтожены боевики. И была информация, что эти боевики приехали туда, в Россию, то есть из-за рубежа, и они вообще приехали из Сирии. Я вижу тут непосредственную связь в этом процессе. Боевики из Сирии были переведены со стороны Турции в зону конфликта Нагорного Карабаха, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха. И сейчас они уже появляются в Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе. Это уже вышло из рамки конфликта Нагорного Карабаха в его локальном смысле. Это уже полномасштабный региональный конфликт, который затрагивает конкретные интересы региональных стран. И я думаю, что особенно в России должны быть очень внимательны к этому факту. Ежедневно появляются новые факты и доказательства участия в Карабахской войне завербованных Турцией террористов с Ближнего Востока. Международные СМИ публикуют интервью с родственниками погибших наемников, а в интернете распространяются фотографии и видеоматериалы террористов. Об их переброске в зону боевых действий уже заявили президент Франции Эммануэль Макрон и директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В свою очередь, военно-дипломатические источники российского издания «Коммерсант» утверждают, что Турция перебросила в Азербайджан 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу, военных инструкторов и советников, а также 120 служащих летно-технического состава на авиабазу «Габала», 20 операторов-беспилотников на аэродром «Даляр», 50 инструкторов на аэродром «Евлах». В Азербайджан перебросили также бронетехнику, самолеты, вертолеты и беспилотники, стрелковое оружие и боеприпасы. В первые дни боевых действий в Азербайджане находились министр обороны Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками Умид Дюндар, которые осуществляли общее руководство операциями на Карабахском фронте. Кроме того, турецкая частная военная компания «Саддат» вербует боевиков на подконтрольных Анкаре территориях на севере Сирии, в городах Африн, Эль-Баб, Рас-Эль-Айн и Тель-Абьян. Контроль за логистикой осуществляет Турецкая национально-разведывательная организация и Минобороны. По данным издания «Коммерсант», в зону конфликта уже переброшено более тысячи террористов. Информацию о боевиках из Сирии и Ливии также подтвердил генерал ливийской национальной армии Ахмед Аль-Месмари. Турция использует аэропорты Метига и Месурата для отправки ливийских, сирийских и других террористов в Азербайджан. Более ста лет армяне пытаются донести до мира, что геноцид 1915 года в Османской империи необходимо осудить и признать. Необходимо для того, чтобы это злодеяние не повторилось. Но мир этого так и не понял. Подтверждение этому масштабная агрессия в Карабахе. В эти дни турки пытаются завершить то, что начали 105 лет назад. Оказавшийся на грани полного уничтожения армянский народ просто обязан победить, чтобы выжить и сохранить государство. Фашистско-террористическая нечисть будет разгромлена. Остатки поверженных уберутся в освояси. Залижут раны, наберутся сил и снова ринутся зверствовать. Но, скорее всего, уже туда, где их прошлые злодеяния не замечали или отделывались дежурным выражением обеспокоенности и пустыми призывами прекратить бой. Но, когда зло придет к ним, они обязательно вспомнят Арцахскую цитадель, которая сражалась и за них тоже. Вспомнят ту боль, те потери и лишения, через которые прошел армянский народ. И, наверное, наконец-то осознают, почему армяне призывали мир признать, осудить и не допустить новый геноцид.